добро пожаловать дамы и господа сейчас мы будем играть третий матч нашего первого международного турнира наше соревнование продолжается и будет матч заправо сразиться с финале финале всего мероприятия с на там урок суда против house проигравшие первого нашего сегодняшнего матча против победителя 2 финал сетки узеров сейчас мы определим 2 финалиста и ребята уже готовы приступить к матчу 1 бан фаза уже началась будем следить за развитием событий составы заложены первые блоки от ребят хаос заблочил вновь свою глейд суда вновь заблочил бальтона удерживаться своих оригинальных стратегий ребята однако в этот раз суда выставил свой люсит люсит вот сразу же от этого аскала также отправиться вместе с ней со стороны хаос потери в виде мире и бальтона стоит быть осторожным судя при таком бане хаос может поменять местами желаемого страйкера и переместить на высшую позицию бальтона своего нового страйкера что может принципе запустили планы для ждем и пока ребята определятся с банами по ключевым позициям отметим вновь наби хаос этот персонаж с каталистом поэтому крайне внимательно стоит относиться к мини аскела и это будет еще более грозное оружие но пока стоит также обратить внимание на кауп шаманку в рядах хаос ну и кауп шаманку в рядах ксуда очень непростой матч нас ожидает для обоих оппонентов дамьян и шура появляются со стороны хаоса посмотрим как справиться этот дуэт в этом матче они они уже играли между собой так что сюда выиграла думаю там очень веселый был очень интересный очень долгий посмотрим реванш как пройдет на самом деле не очень долгий оба матча закончились безоговорочной победой ксуда в этот раз посмотрим как же именно ксуда это удалось выговорил новость фаборитов ну а пока начинается все с момента ксуда и ксуда с мячом восстанавливает экшен барсовым свои джиха киррель против кирреля здесь будет очень непростое противостояние здесь также стоит отметить очень неприятного пинолов медиа для суда не поменял местами страйкера и асиста house интересное решение невозможно не хотел бить все-таки и при каких обстоятельствах у джиха оппонента но возможно для слэшотов кирреля это все-таки было весьма важно попытка стил для феликса казалось неудачный весь спирит потерял этот мид за все эти действия и вот наби выносит мяч на топ за первой атакой совсем нет пинетры у этого дамина но она ему и не нужна достаточно лишь наносить свои очень мощные удара не очень я уверен а что именно рассчитан в этой ситуации шура даймин весьма непридевших кота ему достаточно просто бить поворотом чтобы наносить очень неприятный урон но тем не менее шура была выбрана посмотрим что именно как именно на себя проявит в данном мпуа крайне мере сейчас то выглядит решение необычным интересным киррель хаоса оксу да тем временем проходит на топ в этом матче мы явно увидим очень много колопов тем не менее очень необычная тоже интересное решение со стороны к суды он нанес по этому колопу пинетру своего кирреля ну и моментально отбирает мячику домена своим джераном есть шанс развить некоторые подобие атаки возможно активка для стерестия будет ли ульта так называемая ждем проход вот это тяжело бы через ферекс проходить проверил сейчас экшен бар видимо решил не рисковать возможно не хватило бы времени рассудил к суда и не стал прожимать активку из-за этого мяч теряется и возможность казалось бы для атаки хаоса однако экшен бар на стороне к суды еще и нерва сможет походить следующем на действие с таким такой линии защита тем временем сюда вновь проходит на топ сетап салашота для него однако хватит ли и хватает хватает скорости для этого топа топ успевает очень быстро и салашот первый салашот в этом матче не пришла в кауп шаманка хаос и удары а4 600 вот так вот к суда выигрывает первый матч очень даже легко данной ситуации вот минус каупа не всегда вероятность будет на вашей стороне выигрывает к суда в первом состоянии с хаосом общий счет встреч между ними на данный момент 30 хотя в целом все может быть куда более сложно между этими двумя оппонентами как видим противостояние на в каждой линии весьма упорная что думаешь необходимость хаос чтобы как-то исправить ход вот этого первого матча уже во втором сложно так что тут можно ну тут надо с мидом что-то решить киреле все-таки убирать однозначно раску и киреле чтоб вариантов для салашота не было потому что шар я думаю ну в коп бить то и вообще не с руки будет как она не пробьет так что да тут кирелл вас к все шансов не было серая думаю серести не повлияет на результат особо я послали приглашение пришло что решить но этому киреле аска тоже приглашение пришло ждем и все придут асер присоединились и вот мы будем уже начинается второй матч второй матч и данной серии включаем и палочку потому что да если он сейчас банк сделает опять будет бывает бане страйкера так что мы либо аска либо киреле останутся опять та же картина будет так что мид по крайней мере пока мы видим те же самые составы на подках что именно залочит ребята мы узнаем уже совсем скоро так сразу же выставляется шар в этом в этой ситуации посмотрим кого именно забанит house при таком раскладе каких изменений кроме этого не было мире и пульта он отправляется вновь бан посмотрим какой вот на этот раз делает house относительно своего своего топа как именно его изменить лучше джиха и глэйт такой необычный вам в этой ситуации по судя что-то новенькое в этот раз мы увидим решил пробивать все таки хоть как-то эту шар шар то в балюнг стоит все-таки бояться посмотрим как именно она себя привет в этом матче но и первого матча было достаточно чтобы понять с ней придется считаться из весьма неудобный будет у ксуда в этом матче замен для house те же пенол и джин появляются для ксуда джин получил из что же посмотрим как то же этот матч возможно это будет решение не хватало house в первых трех матчах в личных встречах именно судой в этот раз катал все-таки сработал получилось сходить первым однако спирита нету и попытка пройти своим кириллом чужого геральда house первая атака для house с обычного пасса решил дать этот игрок на всего даймена это было в принципе неплохим решением однако кауп смутил не решился бить по трем лицам сразу амин house отдал пас на шуру и этого оказалось недостаточно чтобы опередить дюрана оппонента он справляется выносит мяч и теперь уже в миде кирилл с мечом не стала скилл от отдавать мяч в топ своим несмотря на возможность про каста посмотрим как будет развиваться матч далее шура скорее всего будет это будет отдавать активный пас на даймена нельзя тянуть так долго и первый удар в этом матче очень тяжелый удар для этого джина и 400 урона и всего 1000 остается критую считаем это еще страшнее в конце концов поэтому прямо сейчас очень важно будет все-таки не допустить второго до расходу иначе этот матч будет очень быстро закончен обратную сторону хаби пытается воспользоваться своим контрцет преимуществом но это не получается весьма мало она нанесла урона ну чтож джин уже видимо осознает что следующий удар он не переживет поэтому не стал он тратить экшен бары своего бота своего дефенса своей защиты бронительной линии и аскела с мечом вновь не отдает активный пас не очень ясно что именно выжитает сейчас к суда однозначно что своей командой он однозначно он точно умеет управляться и мы уже совсем скоро увидим в чем уже был план вновь пинетра по двум персонажем так очередная попытка атаки для house будет предотвращена оборонительной линии нерва отбирает мячу джибриль но здесь феликс уже готов отнимать мяч у серестия будет ли попытка даже не попытка уверенный отбор до феликса да это случилось и феликс топи просто оставлять мяч джибриль спирита нету в данной ситуации на активный пас но придется терпеть не прожимает активку все-таки оставить ее нет смотри все прекрасно понимает к суда в этом матче следующий удар как не пути будет детальным поэтому он даже не тратится на активку шаманки и просто идет и не третий стоп так вот герои со второго раза не смог пропенетрить но вот будет ли у него еще шанс хороший вопрос что же дамин второй удар спирита хватает не отказался хватает на них хватает на самом деле однако даже обычного удара хватило чтобы закончить этот матч 11 в этом этой серии house спасать ситуацию и выходит на решающий третий матч между этими двумя оппонентами 11 все потребовалось что ж как думаешь алексей видимо хаос нащупал кое-что в этой обороне такую весьма неприятную брешь для я бы сказал бы понятно не получилось у кирилла да там выйти контра сработала не сработала бы она я думаю исход бы был как первом матче тут просто мне кажется везение bb от нашего я бы все равно все-таки банил кирилла я иску не что-то уже делала уже уверены потому что сейчас может получиться все совершенно по-другому сюда пройдет как говорится филал ну посмотрим что ж пока мы нам остается только ждать приходит нам потихонечку приглашение принимаем и переходим на вкладочку с игрой которые ребята уже определяют со своими составами составами на последний матч этой серии победителя отправиться в финал проигравший займет третье место и останется без решающего сам важного матча в этом турнире интрига смотрим какие баны будут те же самые составы выбрали оппонента возможно стоило люсит вновь поставить судя чтоб хаос испугался и вновь его забанила не глэйт однако я чувствую что глэйт теперь никого уже не обманет и вновь мы видим те же самые бана что принесли успех хаос в прошлом матче а вот к суде стоит подумать сложный сложный выбор весь расчет был скорее всего в игровых планах на один удар удар который решил бы все весь матч однако скорее всего этот подход не работает уж не хватает времени или каких-то других возможностей для того чтобы это все повернуть задумался да к суде есть о чем подумать очевидно решил оставить мире но мне кажется да там разницы никакой доме в мире особо если джин будет на воротах что я тебя не вижу но мы видим что уж лучше мире сказал ксуда и попробовать скорее всего вновь поставить свою джина расчет скорее всего будет на то что мире не крита нет однако это мире не простая мире с лига у никому легендарный соб ну и конечно же шура появляется вновь третий раз в этой серии вместо бальтона посмотрим как именно чем именно закончится эта серия решающим третьем матче избавился от каупов конечно же суда однако поможет ли это ему он противостояние возможно стоит быть куда более агрессивным и вот первый контратак от средствия играет ксуда мяч у наби и возможность атаковать будет ли он будет ли суда стараться воспользоваться этой возможностью до активный пас идет в шар шар наносит весьма не приличное количество уровня однако этого с бальмонгом тогда она неплохо не было бы бальмонга уже стоит поспорить было шаглана пережить удар мире к суде там уже скорее всего будет комбинация через аску разыгрываться что ж видим а скил отца айсиклом в деле вновь отбирается мяч у наби отдается передачи на бальта на ну не пожадничал активку хаос попытка стил не удалось пришлось потратить 2 экшен бара своих защитников на то что поднять этот мяч у бальта она на камень все-таки выносится в мид и вот теперь есть возможность про каста для аус будет активной передачи с наби до активка прожимается пас в шуру шура должна передавать мяч на мире сколько восстановить сексен бара на две полоски хватает тифка мире сжимается и удар на 563 как видим без крита очень сложно приходится мире и блок конечно же еще более еще сильнее смягчил удар этого страйкера но шура постарается за время матча исправить эту ситуацию оба оппонента пожалуй решили копит копит манку на выход оба оппонента нашли для себя лучший вариант состава вдруг против друга сейчас скорее всего самая напряженная партия оба готовились друг другу в которой оба пришли к определенным выводам оба решили что-то забанить ну а пока смотрим что именно сможет сделать этот топ попытка пропинить герой как сошел сошел есть возможность для взрыва надо нету нету прям сивки нету прям возможности сделать серьезный проказ но это шар пьет и она носит очень много урона если бы это был крит то матч бы абсолютно точно уже закончился однако это говорит вытерпела это говорит смогла спастись за счет своего крит резистанса не так много крита шар не так много крит резистанса именно у этой blade однако оказалось достаточно чтобы спасти ситуацию крайний момент решая решающий у нас выход к воротам будет заметно как намного агрессивнее стал подходить в своих решениях к суду в моментах с возможностью отбора меча вновь пас на шар у нее практически полный экшен бар это прекрасные новости для к суду однако не стоит забывать про оборону из там есть свою оборону есть джебрюль который может не только отхилить и пася по линии всю вертикаль но и активный пас это же самые карты которые очень даже опасно смотрится во многих ситуациях тем не менее к экшен бара совсем нету в топе придется еще как минимум один раз точнее уже в следующий раз будет возможность прыгнуть свою атаку house там нету экшен бар защитников но будет ли эта возможность дана вот чем вопрос ведь сейчас есть возможность вновь застопить свой шот для shark суда сможет ли без какого-либо паса но с активкой это шар сделать что-то и это 2200 урона которые перекрывают все здоровье глэйт house и выбивают из дальнейшего розыгрыша этого игрока шар вводит в финал к суду где последний сразится с от амору в очередном матче это будет 3 3 матч уже был сын это будет 4 матч для этих оппонентов между собой шар выводит